Домашнее задание не выполнили. Главы городов и районов края держали ответ перед главой региона. Вениамин Кондратьев проверил, как исполняются его поручения и провел традиционный час контроля. Подробности далее. В зале заместители губернатора, руководители краевых ведомств, на видеосвязи главы всех муниципалитетов. Контрольное управление подготовило подробный анализ всех невыполненных поручений, которые давал губернатор. Первому ответ пришлось держать главе Гулькевичского района. Муниципалитету были выделены деньги на реконструкцию водонапорной скважины и капитальный ремонт дороги в райцентре. Но из-за длительной процедуры подготовки документов средства так и не использовали. Деньги вернулись в краевую казну. Вениамин Кондратьев отметил, такая ситуация недопустима. У других получается, а у вас нет. Ну задумайтесь иногда над теми, кто у вас занимается конкретно этой работой. Вы деньги взяли, подержали, а потом еще и вернули. А самое главное, что здесь люди, которые ждали, люди ждали и они не дождались. Я все, что от меня зависело, сделал. Деньги выделил на то, что обещал. А вот то, что от вас зависело, то почему-то не получилось. А в смысле еще давать вам деньги, если вы с элементарными не справляетесь. Это уже, коллеги, преступление перед населением района. Эти деньги не использовать. Районов, которые просят предостаточно. Но дали и зарезировали для Гулькейческого района. Для большинства муниципалитетов общей темой стало самовольное строительство. И в первую очередь это касалось прибрежных городов. Этот вопрос у главы региона на особом контроле. За последние два года в крае не был узаконен ни один самострой. Зато в ранее возведенных объектах продолжают жить люди. Главы курортных городов отметили, что некоторые застройщики готовы идти на мировое соглашение привезти дома в соответствии со всеми нормами и требованиями. А также благоустроить территорию, парковку и установить детские спортивные площадки. Мировое соглашение, конечно, компромисс. Конечно, компромисс. Но надо четко понимать, что оно должно быть весомым для застройщика, для горя застройщика, который построил, и власть на самом деле пошла ему навстречу. Высотки возводим на сетисотках, как это правило, в любом морском городе у нас порой бывает. А потом начинаем думать, куда же все остальное и где же взять. Возможность, допустим, и припарковаться, в том числе, и детям поиграть. И школы, детские сады тоже потом изыскиваем дополнительные возможности, чтобы из этой высотки детей разместить. Люди понимают, что мировое соглашение, оно не отходится ему в три копейки. Прибыль он ее направляет именно на то, чтобы решить эти проблемы. Они стонут от этих мировых соглашений. Но другого варианта для них нет. Здесь есть мировое соглашение, оно должно выполняться. И оно должно быть весомым. Благополучие жителей региона зависит от каждого, отметил Вениамин Кондратьев. И проблемы нужно решать сообща, а не перекидывать ответственность с одной власти на другую. И надо заканчивать с футболом. Когда муниципальные власти кивают на краевые, краевые на муниципальные, вот это вообще никак не годится. Я уже не раз говорил, одна большая команда, если что-то не делается в край или кто-то мешает, назовите конкретно. То же самое краевые коллеги. Если вы считаете, что какой-то глава или его команда пробуксовывает и явно не выполняет поручения, тогда тоже об этом скажите. Но не нужно это делать как объяснение, не выполнение моего поручения. Люди ждут, и мы обязаны не подвести жителей нашего края. Они на вас надеются, они на нас надеются. Чтобы мы не говорили, как бы не оправдывались, как бы не обижались друг на друга, но наша сегодня задача – выйти на результат. На совещании говорили и о развитии детского спорта. В 12 школах края нет собственного спортзала. Вениамин Кондратьев поручил разработать типовые проекты малобюджетных спортивных залов. Следующий час контроля глава региона проведет ровно через месяц.